Любимая картина маслом. Стоит машина в лучах заката, а из-под капота валит очень много пара. Немного не в рифму, но не собираюсь я сегодня вам стихотворение читать. А хотелось бы напомнить про ту жидкость, которую мы меняем реже всего. Ну понятно, масло мы меняем постоянно. Тормозную жидкость время от времени. А про антифриз просто забываем. Потому что, ну, что такого, раз в 50 тысяч его менять надо. Типа, мало того, купили машину, наверное, прежний хозяин что-то поменял. Ну вот из моего собственного опыта общения, я вам скажу, что практически все свои бушные автомобили подошли к тому моменту, когда внезапно помпа потекла, заклинил термостат и разошелся радиатор. Все это произошло из-за того, что был низкий уровень антифриза. Но мы же не замечаем его. То есть, он закипает, машина, радиатор раздувается, потому что в большинстве иномарок он сделан по паровозному принципу. То есть, там под давлением находится жидкость. И самый глупый попадает на большие деньги. Ну, я поумнее, потому что могу залезть в интернет и владею английским языком. Поэтому знаю, что радиатор я могу купить за 50 долларов. Термостат стоит не более 10, ну а помпа те же самые 50 долларов. Вы этого не знали? Ну, тогда вы попали на бабки. Либо вы можете вместе с центром «Фаворит» вовремя поменять охлаждающую жидкость. Для этого приехать-то можно вот сюда, вот в этот замечательный сервис. Видите, места здесь хватает. Удобно, красиво, тепло. Ну, сейчас еще и светло, потому что окна выходят на южную сторону. Ну, а куда приехать? Приезжайте, естественно, на выезд в сторону озера Соленое. Сейчас это здание немножко преображается, поэтому, скажем так, все, что нужно вам узнать, я скажу внутри этого помещения. Про то, что есть направление, в котором «Фаворит» обскакать-то просто невозможно. К примеру, здесь самые низкие цены на охлаждающую жидкость и выбор антифриза. Здесь самый широкий. Помните песенку «Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек». Рек очень много. Это, пожалуй, самая водянистая страна на свете. И вот про водичку. Дело в том, что в систему охлаждения вашего двигателя заливается антифриз. Антифриз состоит наполовину из концентрата, наполовину из воды. Обыкновенной воды. Много стран я перевидел, много водки перепил. Кручие отечественные, хорошие водки. Не скажу, какое, то скажу, что я рекламирую. Есть только «Абсолют». Я его не рекламирую, не подумать ничем. То есть, ну, хороший вода у нас. Почему нет-то? Ну, а самая лучшая водичка у нас на Волге находится. Потому что единственное настоящее «Жигулевское пиво» – это только из берегов Волги. Естественно, чуть выше по Волге есть Нижний Новгород. И рядом с ним располагается город Дзержинск, который выпускал в свое время один вид продукции. Тасол. А, 40, если не ошибаюсь. Сейчас время другое. И сейчас время вам деньги экономить и объяснять то, что вы не обязаны заливать сверхдорогую жидкость в свой автомобиль. Потому что все то же самое делается и линейка «Феликс» имеет определенные показания. Причем, какую жидкость ваш автомобиль пьет, в смысле, чем охлаждается, того цвета она и есть. Хотите желтенькое, хотите красненькое, хотите зелененькое, хотите голубое. То есть, даже не заморачивайтесь. Приезжайте в «Фаворит», что здесь вот на выезде в сторону озера Соленое и заливайте. Но если вы совсем уже распальцованный человек, и вам «Феликса» мало, и вам обязательно нужен «Глюсантин», или у вас, допустим, японский автомобиль, то есть и такая линейка. То есть, пожалуйста, все, что надо. Чтобы, правды ради сказать, вот «Мобил», посмотрите, «Глюсантин», там тоже есть. То есть, это басовская технология, только разбавленная отечественной хорошей водичкой, и стоит она почти в два раза дешевле. Теперь для тех, кто уж совсем хочет сэкономить, это естественно бочки, 200-литровые. Тут экономия еще более очевидна. «Феликс» на ревной 75 рублей за литр, и «Полярник» 58. То есть, вам больше нет смысла переплачивать. И процедура замены антифриза, она теперь уже не бьет по карману. Теперь вы можете менять антифриз каждый сезон. При этом зная, что ваша помпа будет работать долго, и термостат прослужит гораздо дольше. И еще одно направление – деятельности фирмы, которая доминирует на рынке охлаждающих жидкостей для автомобиля. Кстати, про фильтрующие элементы, если мы речь будем вести, то с большим удовольствием сообщаю. Теперь фильтрующие элементы не китайского производства. Мы их и в России умеем делать. Та же фирма «Тасол Синтез» делает широкий ассортимент фильтров на отечественные автомобили. Причем и салонные в том числе. Теперь уже у меня появляется больше желания жить в России, потому что, оказывается, мы не только болтать умеем, мы еще и делаем. И делаем немало. Теперь совсем понятно. Никуда бегать не надо и расстраиваться по поводу замены антифриза. Разом переходим все на дзержинскую продукцию и снимаем головную боль. Да потому что она показана на все без исключения автомобили. Чего вы не сможете сделать сами? Ну, в большинстве случаев это грамотно поменять антифриз. Потому что не во всех аномарках стоит сливная пробка. Мало того, вам же надо найти место, откуда слить антифриз. То есть это должна быть самая нижняя точка. При этом, допустим, есть такие конструкции радиатора, которые располагаются и ниже, чем блок цилиндров. То есть, ну, проблемка возникает. Для этих целей используем вот этот замечательный автомат. То есть ставится он в разрез, но ставить его надо тоже грамотно. Опять же, для этого необходим навык. Если у вас такого нет, то приезжаем в сервис-фаворит. Вот сюда, на выезд в сторону озера Соленое из города. Круговое движение. Ну, вообще, я уже устал вам это объяснять. Ну, ладно, вы поймите. И по деньгам, сколько все это дело обходится. В принципе, реально сэкономив, купив здесь же антифриз и поменяв его здесь же, вы получаете 20% скидку. То есть, ну, стартуете от 1000 рублей. Плюс-минус.